Сегодня в Омске на прилегающей территории школы номер 37 открыли стадион. Это уже пятая новая спортивная площадка в этом году. Объекты возводят в рамках совместного проекта «Газпром нефти» и местных властей. Репортаж Анастасии Лавровой. Импровизированный ключ от нового стадиона вручают лучшему спортсмену школы номер 37 Данияру Кадырову. Мастер спорта международного класса, чемпион мира и России по панкратиону и рукопашному бою открыл спортивную площадку. Ученики образовательного учреждения уже оценили обновленное поле. Раньше была песчаная площадка, были на месте беговой дорожки, были большие корни от деревьев. Деревья убрали, поставили мини-футбольную площадку и поставили баскетбольную, волейбольную. В общем, это очень нравится. Надо заниматься такими вот, строить площадки везде, их делать больше, потому что не хватает в городе таких вот хороших площадок. Новый стадион доступен не только для школьников. Ворота открыты для всех. В летнее время до 22 часов, в зимнее до 21 часа. Сегодня на спортивный праздник пришли жители микрорайона. Наталья Безъязыкова, многодетная мама, говорит рада, что рядом с домом появилась площадка для занятий спортом ее трех сыновей. Им хорошо заниматься в любой момент. Один только учится в школе, остальные так гулять, играть, прыгать, скакать. По-моему, это очень хорошая идея. Освещенная площадка. Здесь есть все для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол и бега. Приобщиться к спорту могут и самые маленькие. На поле также турники и брусья. Согласовав проект с мэрией, финансирование стадиона взяла на себя компания «Газпромнефть». На следующий год мы также готовим предложения. Эта программа действует уже не первый год. И спортивные площадки, сооружения на территориях наших общеобразовательных школ с каждым годом обновляются, становятся более современными, более удобными, безопасными и, самое главное, для детей. В Омске в рамках реализации социальной программы уже появилось 18 новых спортивных площадок. Их возведение продолжат и дальше. Делается это для продвижения здорового образа жизни и развития массового спорта. Анастасия Лаврова, Андрей Кузьмин, Антенна 7.